всем привет друзья вышли на прогулку с собакой и вот сегодня уже так немножко так похолодало как-то уже сегодня 3 июня третий день лета так что в принципе даже вот так вот я кофточку вот такой вот одел как-то так и посмотрите что уже наша собака уже начинает делать смотрите это из-за счет того что он дома сидит у него минимальная активность дома и видите вот так вот он хочет показать свою энергию сильнее там хватает я вижу хорошо за ремень вот такие вот друзья у нас прогулки так что принципе кто любит собак животных подписываемся на канал у нас немножко собака линяет смотрите что происходит что происходит что происходит посмотрите сколько белых белой шерсти в чем минус вроде бы собака когда белая принципе и видно и шерсть на теле и грязь видно вот такие вот одни минусы на черных собак всегда менее этого всего заметно и так друзья хотел бы вам рассказать такую тему знаете что дочка у меня левша она покажи какая ты левша к чем отличаются вообще как можно показывать пальчиками давай покажи короче как отличить чтоб типа ты левша или правша вот например я левша я могут легко сделать вот такой пистолетик а правой рукой я вот не могу вот прям нормально здесь вот смотрите я пытаюсь как-то левша 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 левшой она она стала я так думаю что именно за счет того что она в детстве повредила руку как раз таки папа повредил мне ну да я как-то я получается брал за две передние руки и так типа как-то и вот так вот типа да типа как-то так я и шатал получается вращал ее и за счет этого и вывихнулась рука конечно она ну я не думаю что это вывихнула она болела и почему-то после этого сколько где-то примерно ты ходила уже конкретно ну не двигал не двигала рукой не двигала сколько я не помню еще в детстве не помню конечно додолго она ходила додолго наверно как минимум месяца три-четыре и за счет вот этих вот этого времени это было по моему летом даже получается за счет этого времени получилось так что она привыкла работать все время левой рукой хотя в принципе она была ребенок была ребенком и при этом же она там где-то в каком-то песочке там где-то что-то играла как-то там полностью все свои игры свое какое-то творчество рисование все она проявляла да именно левой рукой и вот как то так получилось что вот стала на самом деле вот именно левшой когда она пошла в первый класс то она как-то начала полностью писать все рисовать все левой хотя эти дули его и сидят левой правая у меня была на отдыхе а левая вот именно трудилась да но я как бы старался старался все таки как-то чтобы переучить ее я так думал что все таки ну я не знаю в семье вроде бы у меня никого нет да не бабушка не дедушка не папа не мама не тетя не дядя не даже мой братик урыс никто все правши а я она левша очень в семье да так на самом деле интересно получилось что никого нет и вот именно она одна вот так вот за счет того что баловался с ней ну как бы так получилось не знаю почему так ну мы в принципе с этим смирились как бы и она сейчас все время все вот так вот свою жизнь ведет даже для нее сейчас что-то где-то брать там что-то делать даже непривычно да алина а вы напишите комментарии вообще у вас не было таких историй и вообще в общем не интересно да в общем да не мне очень интересно сколько людей таких есть именно кто может что все делать левой рукой ну вообще как я знаю правых больше чем левых левых там очень мало процентов да именно на самом деле правых намного больше это правда да смотрите вырыл ямку и лег нормально да он любит так делать вырывает ямку и туда ложится ну начинается у тебя стирать же надо будет но мыть же надо будет я же тебя недавно мыл посмотрите что происходит а я я просто недавно еще лапку порезала за счет того что он порезал лапку я стараюсь сейчас его сильно не мочить надеюсь что лапа это пройдет вот эту вот лапку он порезал она не напухает ничего вот смотрите опы подпрыгивает она подождится на чего-то сразу начинаешь разрывать уже свою внимание да она чтобы я лапу не трогал интересно да не она уже там зажила даже даже нет ничего по сути на пушево ничего нет это же грязнуля настоящая грязнуля я твоя тетя так скажу потому что моя мне сестра значит цуй мне этот ну хватит уже я не могу на это смотреть но ты же такой грязный будет я не могу на это просто он он вроде бы когда потрусится он вроде бы и становится более чистым но сам факт сам факт что нужно после этого всегда мыть собаку в данное время я не хочу мы хочу чтобы эта рана зажила именно очень хочу чтобы она зажила потому что я очень сильно люблю собакой ездить на природу на рыбалку как бы везде находиться где есть водоемы принципе у меня всегда собака плавает но сейчас я это все отложил на другое время и сейчас у нас только такие вот прогулки возле дома а ну смотрите что он делает она откусывает а ну перестань а ну оденем поводок смотрите реакцию смотрите давай 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 я просто камеру одной рукой держу а ну вообще куда попало даже сюда я постараюсь нормально снимать непослушный собака я не вижу снимать так что я извините конечно я просто не сильно у меня есть такой камерой нормально обращаться потому что тут вообще не видно что ты снимаешь экшен камера и за счет того что там нет экрана вы посмотрите подожди подожди когда нет экрана то тяжело алинки одним словом раздупляться да вот просто я когда держу я не понимаю что я снимаю может я вообще-то снимаю я не вижу просто вот куда-то виду и все я же не вижу куда и шо вот я вообще снимаю потолок просто грязный теперь надо ему срочно мыться парк что в озеро что в ванную одинаково мы часто именно ходим очень часто мы ходим на озеро и чтобы как его даже вот так вот просто вперед он просто идет вперед так он увидел собаку такая вот реакция нет а мальчик с мальчиком ты не дружишь было бы девочка пообщался смотри сразу стартовать да но мне такой долго сильно уж и вот так вот и молчать все как провожает взглядом его провожает провожает я не знаю наверно пойдем наверно его это окунем потому что он реально черный стал это просто уже ладно друзья будем тогда заканчивать видео пойдем сейчас попробуем на озеро его скупнуть хотел так чтобы рана зажила но за счет того что он сегодня так попрыгал придется мочить надеемся ничего случится не что друзья подписываемся на канал ставьте лайки ставьте колокольчик чтобы не пропускать наши видео и всем пока всем пока